Добрый день! И мы на этой неделе находимся в недельной главе Трума, возношения. И на прошлой неделе в главе Мешпатим глава заканчивается такими словами. И взошел Маше на гору, и покрыла гору облако, и осенила, слава Бога, гору Синай, и покрывала облако гору Шезне, и возвала Маше из облака в седьмой день, и слава Бога, была как огонь, пылающий на вершине горы перед глазами сынов Исраиля, и вошел Маше в облако, и взошел на гору, и был Маше на горе сорок дней сорок ночей. И мы помним, что в период двух раз по сорок дней Маше вымаливал прощение за грех золотого тельца. И о нем будет идти речь лишь через две главы, в главе Китиса, но, по мнению Раши, нет позднего и раннего в Торе, то есть нет четкой хронологической последовательности, а есть некая логика Торы, которая нам не понятна, а иногда не понятна. И вот в нашей главе Тора говорит нам о повелении Бога Маше построить мешкан, переносной храм и основную утварь, а дальше о порядке служения в нем. И мы знаем, что это повеление было передано Маше в знак прощения греха золотого тельца. Чтобы хоть чуть-чуть восстановить исторический фон происходящего, нам нужно сказать, что после полученных этих повелений, Маше получил от Всевышнего новые скрижали, и 10-го Тишрея 2448 года от сотворения мира спустился с горы Синай, и 11-го Тишрея передал полученное повеление Бога строительство мешкана народу, и те сразу принялись выполнять их и собирать труму и все материалы для строительства храма. 15-го Тишрея, когда они были готовы приступить к собственному строительству мешкана, облако божественного присутствия опустилось на стан Израиля, что было подтверждением, что народ прощен за грех золотого тельца. И это вызвало у народа радость и ликование. И этот день и был, как мы помним, первый день праздника Суккот, 15-го Тишрея, который назван Зман Симхотейну, праздник Суккот, время нашей радости. Но это все будет впереди, а в нашей главе Маше только получает от Всевышнего это повеление строить мешкан. И я подсмотрел этот комментарий в Хумаше, в пятикнижде издательства Пардес с комментариями Рамбана и объяснениями этих комментариев, подобранных Равцвей Патласом. И напомню, Рамбан это Рабимойши Нахман, он умер в 1270 году, один из величайших авторитетов Галахи, комментаторов Танаха и Талмуда, каббалист. И вот сказано уже в нашей недельной главе, и пусть они сделают мне святилище, и я буду обитать среди них. Святилище это Мигдаш, а обитать это Вешаханти. Обитать среди них Вешаханти. И Шаханти это однокоредное Сашхина или Мешкан. Там стоит буква Кав-Хав, которая по правилам грамматики меняется, Кав на Хав. После того, как Всевышний говорил с народом Израиля лицом к лицу на горе Синай, произнеся десять речений, а затем через Маше дополнительно повелел им выполнять ряд основных заповедей, народ Израиля обязался сделать все то, что ему будет заповедано через Маше. Бен-На-Сэ-Вен-Иш-Ма. И тогда был заключен союз, и сыны Израиля стали его народом, а он их Богом. Как и было обусловлено им с того самого начала, как сказано в главе Итро, «А теперь, если вы будете слушаться моего голоса и соблюдать союз со мной, то вы мне будете избранным народом, ибо вся земля моя, и вы будете у меня царством священников и святым народом». И вот теперь, после получения Торы на горе Синай, когда они действительно осветились, мы, народ Израиля, и стали достойны того, чтобы среди нас находилось его святилище, Мигдаш, в нашей среде пребывала его шхина, шатер откровения, назван Торе Мигдаш, святилище, от Кадош, святой и отделенный, потому что он был освящен пребыванием в нем шхины, он стал отражением святилища, пребывающего в высших духовных мирах, и еще потому что он был выделен и отделен для пребывания в нем шхины. И знатоки тайного учения указывают, что таким был изначальный замысел творения. Он заключался в том, чтобы шхина пронизывала всю Вселенную и пребывала бы в самом нижнем из миров на Земле, чтобы небо и земля представляли собой гармоничное единство. Но из-за греха Адама и грехов последующих поколений, включая Каина, Ноох, грехов Вайлонской башни, поколения Вайлонской башни с Дома и египтян, шхина отдалилась на седьмой, на самый дальний от Земли уровень небес. И потом наши праотцы стали возвращать ее назад, до тех пор, пока в заслугу нашего наставника Маше Рабейну, шхина вновь не обрела пристанище в Нижнем мире. Но после греха Золотым Тельцом, шхина снова отдалилась, и теперь уже после греха, такого масштаба для пребывания шхины, в Нижнем мире понадобилось специально выделенное для этого место. И поэтому Всевышний повелел им возвести мешкан. А название мешкан буквально обиталище, место пребывания, связано со словом шхина, как я уже сказал раньше, буквально присутствие, обитание. И соответственно мешкан создавался как место постоянного пребывания шхины, божественного присутствия в Нижнем мире. чтобы у него был дом среди них, то есть нас, и там бы он говорил с Маше, наставляя сынов Израиля. И главным местом в Шатре Откровения станет Ковчег, Аарон, на котором и будет пребывать шхина. Как сказано чуть дальше, я буду являться там тебе и говорить с тобой поверх крышки из пространства между Круевим, что над Ковчегом свидетельство, обо всем, что я буду заповедовать тебе для сынов Израиля. И поскольку Ковчег является самым важным, первым следует повеление сделать его и крышку к нему, а затем заповедано изготовить стол Шулхан и светильник Минору, так как для них и Ковчега и возводился Шатер. И тайна Шатера Откровения заключалась в том, что слава Кавод Всевышнего, которая пребывала на горе Синай, незримо присутствовала в этом Шатере Откровения. И на языке Торы Шхина называется словом Кавод. Кавод буквально слава, почет. Ведь относительно дарования Торы сказано «И осенила, слава Бога, гору Синай». И еще написано, это уже в книге Творим, «И вот показал нам Бог Всесильный наш славу свою и величие свое, и голос его мы слышали из огня». А также написано по поводу Мишкана в конце книги Шмот «И закрыло облако Шатер Откровения, и слава Бога наполнила Шатер, и не мог Маше войти в Шатер Откровения, ибо облако пребывало на нем, и слава Бога наполняла Шатер». Таким образом, в Шатере с сынами Израиля всегда пребывала та слава, которая открывалась им на горе Синай. И, как сказано в главе Китеса, представая перед Богом Шатере Откровения, Маше говорил с ним так же, как на горе Синай. И мы тут проясняем для себя написанное в Мидраше «Не создал Бог этот мир, а только для славы своей». И для меня всегда оставалась непонятной эта мысль Мидраша. А сейчас становится ясно, что не для своего почета Бог создал этот мир, как некоторые пытаются упростить объяснение, а для своего обитания в Нижнем мире, обитания своей шхины. И когда царь Давид говорит в книге Тигелим о грехе Золотого Тельца, променяли мы свою славу на быка, жующего траву. Понятно, что наша слава – это наша близость ко Всевышнему, наша избранность, позволяющая эту близость, а в силу этого и привилегии, и полномочия, но и большую ответственность, и обязанности. А это всегда связанные вещи. И не для своего почета создавал Бог этот мир, а для того, чтобы мы, человеки, открыли его в этом мире, где он скрыт, в мире, который создан им, четырехступенчатым уменьшением своего света до минимума, незаметного тут на нижней четвертой ступени. Он сжался, освободив в себе место для нашего мира, для нас. И теперь наша очередь подобным образом сжаться, аннулировать себя, свое «Я», чтобы впустить его, выделить его, выделить Микадеш в своем сердце и душе, место для него, и сделать святилище, Микдаш. Но сердце и душа – это важные и необходимые места, которые нужно наполнить Всевышним, даже первостепенные, но недостаточные. Своим домом нужно сделать достойным пребывания Всевышнего, всю свою жизнь наполнить им. И тогда он в ответ проявит свое присутствие во всей полноте, и будет отстроен Третий Храм, и будет обитать он в Вешаханто среди нас, да случится это в скорости в наши дни. Брахавы от Слаха, благословение и успех. Остаемся и дальше в поисках смысла. И, конечно, с наступлением месяца Адар сегодня увеличиваем в радость. Лехаем! Лехаем!